Основа современной IT-инфраструктуры состоит из трех элементов – безопасность, отказоустойчивость и производительность. Безопасность требует, чтобы на одной операционной системе выполнялась одна задача, допустим, веб-сервер или почтовый сервер. Это позволит легче контролировать уязвимые места и смягчить потери в случае какой-либо угрозы. Запомните, хорошая безопасность строится не только на превентивных мерах, но и на мерах смягчения. Когда безопасность дала сбой и вам нужно уберечь как можно больше, лучше потерять одну систему, чем несколько. Отказоустойчивость требует наличия нескольких копий одного сервиса на различных компьютерах, что позволит сервису работать без перебоев при проблемах с одним компьютером, электричеством в здании или даже стихийным бедствием в городе. Производительность требует оптимального использования ресурсов и возможность быстрого масштабирования, чтобы сервис не использовал лишние ресурсы во время простоя и не падал во время пиковых нагрузок. Все это звучит страшно как для администратора, так и для кармана начальника. Но есть технологии, которые позволяют упростить и удешевить все это в разы. Одна из таких технологий — виртуализация, которой пользуются практически все. Она позволяет запускать несколько виртуальных компьютеров с полноценными операционными системами внутри одного реального компьютера. Для виртуализации используются специальные программы, называемые гипервизорами. Для ее работы требуется операционная система и процессор, поддерживающий виртуализацию. Большинство современных процессоров поддерживают эту технологию. Операционная система, на которой запускается гипервизор, называется хост-системой или хостом, а виртуальные компьютеры, запущенные на гипервизоре — виртуальными машинами или гостевыми машинами. Есть множество реализаций гипервизоров, которые отличаются функционалом и ценой. Нам для обучения Linux вполне подойдут и бесплатные варианты, к примеру VirtualBox. Но прежде чем установить гипервизор, стоит убедиться, поддерживается ли на вашем компьютере виртуализация и включена ли она. Если на вашем компьютере Windows, запустите диспетчер задач, во вкладке производительность выберите CPU и ищите строчку виртуализация. При значении Enabled все нормально, ваш компьютер поддерживает виртуализацию и она включена. Если Disabled, то нужно зайти в BIOS и включить виртуализацию. Я дам вам ссылку, как это сделать, так как этот процесс может различаться в зависимости от компьютера. Если у вас на компьютере гну Linux, то я все же рекомендую использовать виртуальные машины для обучения. Чтобы убедиться, поддерживается ли виртуализация вашим компьютером на Linux, выполните команду, как показано на экране. Если выполненная команда выдала ответ, то все хорошо, если нет, попробуйте проверить в BIOS, как я говорил ранее. После этого идем на сайт virtualbox.org, заходим в Downloads, выбираем Windows Hosts, скачиваем. После того, как скачали, запускаем установщик и устанавливаем гипервизор, используя дефолтные настройки. После установки гипервизора скачиваем с сайта virtualbox.extension.pack и устанавливаем. Затем перезагружаем компьютер. Если у вас гну Linux, виртуалбокс можно скачать и установить как из репозитория дистрибутива, так и с сайта. Дополнительный шаг на Linux, добавить пользователя в группу webbox.users. Затем все так же устанавливаем extension pack, скачивая его с сайта. И после установки перезагружаем компьютер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...